Представьте себе ситуацию Пылесосите вы пол И вдруг замечаете лужу неизвестного происхождения И здесь возникает дилемма Либо идти за тряпкой, чтобы убрать воду Либо попытаться собрать ее пылесосом И вот здесь как раз непонятно А что будет с пылесосом, если внутрь него попадет вода? Сейчас мы узнаем это в свойственной нам манере На пределах возможностей пылесоса Ну а скорее даже за пределами Мы попробуем перелить воду из бутылки в аквариум Проверим, а вдруг пылесос можно использовать вообще как водяной насос Работает Заодно и пылесос помыли Запах пошел такой резины Видимо тяжело двигателю справляться С такой большой нагрузкой, на которую он не рассчитан Сильно греется, очень сильно греется Кстати, неплохой способ Можно так и аквариум наполнить, если совсем лень бутылки таскать Обалдеть! И кстати, очень приличная скорость всасывания Здесь мы больше 10 литров закачали менее чем за минуту С такой же скоростью работает погружной водяной насос Но еще мне кажется, что мы смогли не только помыть пол Но и почистить пылесос изнутри Да, он все чистенько Прекрасно Так что если вам на полу встретится лужа с водой Не бойтесь, смело убирайте ее щеткой пылесоса Ничего ему не будет, он все это сожрет Но если вода пылесос не убила Попробуем проверить Сможет ли это сделать жидкий азот Температура жидкого азота минус 196 градусов по Цельсию Такая низкая температура должна вызвать некие изменения в работе электрической цепи Посмотрим, сломает ли это пылесос ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотелось бегать за шлемом Уж больно страшно утрещало, но похоже не успел С водой этот пылесос легко справился А вот жидкий азот похоже В общем, если вдруг кто-то разольет жидкий азот Собирать его пылесосом не стоит Дайте пару минут, он сам испарится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин